Уровень заболеваемости туберкулезом в Запорожской области существенно снизился. Такие данные озвучили участники коллегии ОБЛСС. Но проблем, по их словам, по-прежнему хватает. Об этом наши корреспонденты. В 2010 году в области сохранилась тенденция по снижению заболеваемости всеми формами активного туберкулеза. Впервые за многие годы мы вышли из числа регионов, которые лидируют по Украине по этому заболеванию. Уменьшение заболеваемости – результат проделанной работы. Причем не только медиков, говорят участники коллегии. План прививок на 2010 год выполнен полностью. Флюорографическое обследование проводится на достаточном уровне. У нас больше половины больных туберкулезом легких выявлены именно при обследовании флюорографическом. То есть вот не напрасны такие вот действия, не напрасны. Работники, медсестры ходят часто и густо по домам и дергают людей, что вы должны пройти флюорографию. Туберкулез – проблема не столько медицинская, сколько социально-экономическая, считают эксперты. Хорошие показатели – результат хорошего финансирования. В прошлом году на борьбу с туберкулезом по государственной программе Запорожская область получила 6 миллионов гривен. Из областного бюджета было выделено 12 миллионов. Но проблем, по словам специалистов, еще много. Например, снизилась активность прохождения детьми проб Монту. Неутешительные данные связаны с двумя проблемами, говорит Анатолий Сивальнев. Первое – это отсутствие централизованных поставок туберкулина, а не все местные бюджеты могут в равной степени закупить этот необходимый препарат. И второй вопрос – отказы родителей. И мы будем намечать меры по тому, чтобы усилить работу пропагандистскую, по тому, что эти пробки, они безопасны и очень важны в плане раннего выявления туберкулеза у детей. Поэтому специалисты просят горожан с пониманием относиться к необходимости регулярного медосмотра с целью выявления заболевания на ранних стадиях.